Доброе утро! Доброе утро, дорогие друзья! Мы продолжаем изучать Тору из Иерусалима. Сегодня необычный день в Иерусалиме, снег. Засыпало все. Все засыпало, если в других частях мира снег часто случается, то здесь это максимум 2-3 дня в году. И это шок такой, да? Такой прямо сейчас снег, снег выпал. Уже все, из дома не выйдешь. Дороги перекрыты, и все седают по домам. Зима. Зима. Значит, мы продолжаем изучать Тору. И я вот сейчас как раз думаю, как Тора была дана, записана в Ашеробену 3333 года назад. И получается, что 3333 года назад был получен вот этот вот текст, который мы сейчас изучаем. И с тех пор вот зима, лето, осень, весна, Вавилон, Россия, Украина, Америка, Китай, Индия. Везде изучают один и тот же текст, одни и те же буквы, одни и те же слова. Ничего не меняется. Это очень такая стабильная, стабильная система, на которую можно опереться. Это очень удобно. Потому что все остальное в мире, оно очень неустойчиво. Очень неустойчиво, с одной стороны. Но с другой стороны, мне вот очень понравилось это слово. Саморегуляция. То есть мир, он саморегулируется. Человек, он саморегулируется. Тело саморегулируется. Погода. То есть все-все-все. Причем система настолько мудра и красиво устроена Творцом. И что внутри всего этого есть Единый Всевышний. А так как он един, то нет хаоса. Нет хаоса. То есть люди пытаются там сделать какой-то хаос. Но система все равно подстраивается под вот это вот единство. Да? Все выравнивается. И у человека тоже в жизни тоже происходят разные там события, потрясения, стрессы. Но потом все выравнивается. Все равно, что бы ни происходило, все выравнивается. И даже если тело умирает, я думаю, что после смерти тоже все выравнивается. Все. Значит, что такое болезнь? Вот сейчас мы тогда переходим, чтобы была опять у нас молитва за здоровье. Чтобы было полное выздоровление всем, кто болеет. Что такое болезнь? Болезнь это нарушение гармонии. Болезнь это нарушение вот этой вот саморегуляции. И, значит, это нарушение. Конкретно болезнь нарушения в организме что-то ломается. И организм пытается это выпрямить. И чтобы Всевышний дал силы. И вот, знаете, исправил. И поэтому говорят, чтобы было рефуата нефеш. Чтобы было вначале излечение, исцеление души. Душа это как программный код, который внутри клеток. Рефуата нефеш. А потом оно переходит рефуата гуф. Излечение, излечение тела, да. Потому что, потому что, видите, пошло на выздоровление. Спасибо, класс. Слава Богу, да. Чтобы сейчас я молю, чтобы все, кто болеет, у тех, кто слушает урок, чтобы все выздоровели, пошли на выздоровление. И теперь я тоже молюсь, чтобы мой отец Борух Бен Сара, чтобы он тоже выздоровел и вернулся домой. Значит, в излеченной духовно и излеченной физически. Да. Дай Бог, чтобы так оно и было. Хорошо. Двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Сегодня у нас, как раз мы находимся, неделя глава Мишпатим. Мишпатим это суды. Суды это тоже нарушение гармонии. Живет два человека, и между ними нарушается гармония. И начинаются, как рассудить. Да, вот тут интересно. У человека гармонию нарушает именно его человеческая часть, интеллект. То есть, по природе, каждая кошка, она в школу не ходила, она живет себе и саморегулируется ее жизнь каким-то образом. А человек, так как он человек, он может такие вещи придумывать. То он себе пол хочет поменять, то он хочет там другой. Ну, не все хотят пол поменять, конечно. Но то он хочет, например, вредную еду покушать, то он хочет еще что-то там, ну и так далее. То есть, люди очень... А иногда люди друг на друга начинают нападать. На животных начинают нападать. Там, ну, люди придумывают себе иногда такие вещи, ну, просто иногда удивляешься, да. Там, курят, да. Вот человек берет пачку сигарет, написано там, оно убьет тебя. Он берет, тут же ее в рот засовывает и курит. Тоже непонятно, да, как люди себя ведут. Хорошо. Теперь, значит, вот здесь нам Тора дает законы, как взаимодействовать друг с другом и с миром для того, чтобы была гармония. Шалом, чтобы было. Значит, первое говорится нам так. Лотатэ мишпат эвьонеха берево. Значит, не искривляй суды бедных, бедного твоего, когда он с кем-то ссорится. Значит, что значит не искривляй суды бедного? То есть, закон это закон. Он закон для богатого, он закон для бедного, он закон для среднего, он закон для судьи. И он закон для всех. Да, и для полицейского тоже есть закон. И ты бы мог бы сказать, ну, если он бедный, давай его пожалеем. Ну, украл он, ну, ничего страшного, давай его отпустим. Нельзя, нельзя так. То есть, если он украл, он украл. И неважно, он бедный, он не бедный. Это кража, все. закон для всех одинаковый. Это очень важная вещь. Дальше. Дальше продолжается эта же идея. Медвар Шекер Тирхак. От обмана отдались. И, значит, отдались и невинного, чистого и праведного не убивай и не оправдывай злодея. То есть, еще раз нам говорится такая мысль, что правда, она правда. Она не должна зависеть ни от каких факторов. То есть, факты, истина, они не зависят ни от каких факторов. Но здесь, вот, кстати, интересно, мудрецы, если глубже копнуть, у санатора, они же разбирают нюансы того, что здесь скрыто. Письменатора – это как код. А дальше открываются нюансы. Здесь написано как. Не, значит, от лжи отдались. Чистого и праведника не убивай и не оправдывай злодея. А, не-не-не-нет. Тело отзди кроша. Бог говорит, что я не оправдаю злодея. Здесь в чем идет интересный момент. Он говорит так, отсюда учится дополнительный закон. Всевышний говорит, я не оправдаю злодея. Даже если суд его оправдает, то я, как Всевышний, я уже найду способ, как с него взыскать не через суд. Например, бывает, что кто-то подкупил судью, там, вышел, ну, а, я безнаказанный. Потом бах, только вышел, его машина сбила, например, да. То есть у Всевышнего есть возможности восстановить справедливый суд. Поэтому он говорит, праведника не убивай, значит, а злодея говорит, я сам не оправдаю. Он найдет свою смерть. Дальше. Дальше здесь идет очень красивое такое, очень... Идет закон, из которого есть много практических таких выводов. Закон такой. Шохот взятку не бери, потому что шохот взятка, она ослепляет зрячих, и она искажает деврейца детям. Она искажает слова праведников. Значит, есть такое понятие, как взятка, шохот. Взятка, царь Соломон, мудрейший из людей, он говорил такую фразу в притчах, что Значит, как камень, драгоценный взятка в глазах того, кто ей владеет. И в каждую сторону, куда взятка тебя повернет, интеллект найдет объяснение. Взятка... Когда человек дает взятку или берет взятку, то сама взятка, она меняет мышление. Как, знаете, есть народная мудрость такая. Если нельзя, но хочется, значит можно. То есть, когда человеку хочется, хочется, это есть его взятка. Когда он хочет что-то получить, то он тогда придумает, как оправдать себя. То есть, и взятка, она искривляет интеллект. Человек даже сам может не замечать, насколько его желание искривляет его мышление. Ну, все знают, человеку вредно что-то. Он смотрит на это то, что ему вредно. И представляет, как ему будет вкусно, когда он это съест, например. Да, это вредно. И он, значит, себе говорит, ну, один раз же не повредит. А внутри у него все равно такой рациональный разум еще там трепещется и говорит, ну, как не повредит один раз? Повредит? Что значит не повредит? Обязательно повредит. Он такой, да не, ну, один раз живем, все равно умирать. Эх! Рациональный разум еще такой трепещет и говорит, ну, слушай, ну, вот именно один раз живем. И именно поэтому и надо жить правильно, надо полезное только там для тебя и разрешенное для тебя там кушать, употреблять и делать. Он сидит такой. Эх! И берет, значит, есть шутка такая, что если вы боитесь поправиться, вот вы боитесь поправиться, да, то такая есть рекомендация. Выпейте перед ужином 50 грамм коньяка, и вы перестанете бояться поправиться, то есть у вас страх уйдет, да. Так вот, и человек этим-то образом, он свой разум, разум, значит, отключает рациональный, и он берет и делает то, что хочет, а не то, что ему рационально правильно. И это то, что нам Бог сказал здесь в Торе. Взятка она, взятку не бери, потому что взятка она ослепляет, и взятка она искривляет слова даже праведников, да. Я сейчас вспоминаю такой смешной анекдот, когда один человек, он судился с другим человеком. И вот он судился, и он, значит, говорит своему адвокату, слушай, давай дадим суде взятку, и судья на нашу сторону как бы перейдет. А адвокат ему говорит, вы что, говорит, этот судья, он честный, ему взяток давать нельзя, потому что если ему пытаются давать взятку, он очень злится, он просто, этот судья честный, он взяток не берет. И если ему попытаться дать взятку, это еще худшее дело. Этот человек такой подумал, подумал, говорит, понятно, говорит, да, понятно. На следующий день суд, и этот судья просто на вторую сторону прямо ополчился, и он на них на вторую сторону прямо очень такой, он плохо к ним относится, и выиграл тот, который, ну вот, вчера ему адвокат объяснил, что нельзя давать взятку. Выходят они, значит, и адвокат говорит, очень странно, судья явно был на нашей стороне, вот явно, то есть он, ну, эмоционально все было на нашей стороне. А за что, почему, это мне странно. А его подсудимый, этот клиент его говорит, а это потому, что я ему взятку дам. Адвокат говорит, не может быть, этот судья, исторически известно, что он взяток не берет. А этот, а этот подсудимый, его клиент говорит, ну да, правильно, вы же мне вчера так и объяснили. Он ему говорит, а как же вы ему дали взятку? Он говорит, я ему послал взятку от имени второй стороны. Я ему от имени второй стороны послал взятку, и он, значит, на них за это злился, подписал именем второй стороны. И поэтому он был эмоционально на нашей стороне. То есть мы здесь видим, что взятка, она по-любому влияет. Она или же, она по-любому влияет. Поэтому здесь-то идет, видите, как написано, шохот не бери. А что является для человека шохотом взяткой? Для человека взяткой является его желание. Он подстраивает свой интеллект под свои желания. То есть если вы это обнаружите, то вы перестанете брать взятку и жить, исходя из вот этого слова «хочу». Это, в принципе, в итоге всегда приводит к каким-то проблемным ситуациям. Вот это «хочу и буду», есть психолог, который проповедует вот эту систему «хочу и буду». И у него поэтому и живот у него большой, и семьи у него нет. Потому что когда человек живет, послушая свое «хочу» и интеллектом оправдывая любое свое желание, в итоге жизнь ему будет хаотичная и такая неорганизованная. На краткосрочной перспективе у него «хочу» оно будет удовлетворено. Но на долгосрочной перспективе невозможно построить дом без рационального плана. И невозможно построить жизнь без рационального плана. А когда ты действуешь «хочу», то это хаотично. Потому что мы два раза в день в Шма и Сраэль в молитве повторяем такие вот прямо очень глубокие слова. Прямо манифест такой, да? И не блуждайте за сердцами вашими, то есть за желаниями вашими и за глазами вашими. Потому что если вы будете блуждать за сердцами и за глазами, то это будет полное именно слово «блуждание». То есть это просто блуждание такое, которое по-любому приводит к блуду, скорее всего. Потому что обычно глаза куда человеку и желания ведут. Хорошо, двигаемся дальше. Дальше нам говорится, что пришельца не притесняйте. 36 раз написано в Торе «не притесняйте пришельца». Почему их нельзя притеснять пришельцам? Потому что сами вы были пришельцами в земле египетской. И поэтому евреи очень сильно вот во всех революциях, в защиту всех обездоленных, там в первой троечке или в пятерке обязательно будет какой-то еврей, который воюет за права, от права гомосексуалистов, кто защищает? Евреи, трансгендеров, евреи, правсоюзы, евреи, революции и так далее. То есть все борются, борются за права, потому что всегда евреи были притесненными. Это очень чувствуется, да, вот когда тебя притесняют, и ты прямо очень тебе хочется, чтобы никого не притесняли. Есть такой Джордж Сорос, который спонсирует все меньшинства, которые только есть, потому что чтобы не притесняли. Но опять же, он может быть у него побуждение хорошее, да, написано 36 раз «пришельца не притесняйте». Но когда человек по своему усмотрению начинает решать, кто пришелец, а кто не пришелец, так он будет всегда назначать, кого нельзя притеснять, тех, кто ему нравится. А тех, кто ему не нравится, он будет говорить, но этих-то точно можно. То есть когда человек начинает сам лично устанавливать, что добро, что зло, тогда опять же приходит взятка, которая искривляет его мышление и все. Поэтому есть у нас Тора, которая точно определяет, кто пришелец, какие виды пришельцев, какого пришельца нельзя притеснять, а какого пришельца, идолопоклонника, например, его не просто притеснять можно, его и убить можно, потому что этот пришелец, идолопоклонник, он своими действиями, это как прокаженный, например, он больной, его надо изолировать. Вот многие говорят, а как же там это несправедливо, это притеснение, что больных надо изолировать. Но если его не изолировать, он же убьет здоровых. То есть это же нельзя быть милосердным ко одним за счет жестокости к другим. То есть поэтому, если человек на свой интеллект полагается, то он обязательно ошибется. Поэтому Тора, она четко регламентирует, что такое добро, что такое зло, кто такой пришелец и так далее. Дальше идет указание о седьмом годе, вот сейчас как раз седьмой год, год Шмиты, что каждый седьмой год нужно давать земле отдохнуть, и чтобы все, и чтобы все как раз шло людям, да, чтобы шло людям на седьмой год. Все принадлежит всем бедным, народу. То есть сады, поля и так далее, все отдыхало. Значит, виноградники, оливки, все, каждый приходи, бери, все. Это был такой закон седьмого года. И точно так же есть закон седьмого дня. Бог напоминает, что ты мог бы подумать, что если это весь год такой, как субботний год, и весь год нет работы, да, то есть земледельцы седьмой год отдыхали. Получается, они просто седьмой год, земледельцы медитировали весь год. Представляете, потому что нельзя работать на земле. Что делать? Значит, так что делали земледельцы? Медитировали или становились пастухами? Но тоже это такая как вид медитации. Так в Торе, интересно, написано, что сразу после этого идет еще одно напоминание, про субботу. А про субботу, зачем здесь напоминать? Уже было в десяти заповедях про субботу, в других местах. Потому что мог бы ты подумать, что если это субботний год, так субботу не надо соблюдать. Весь год суббота. Нет, субботу все равно надо соблюдать. Поэтому написано. Теперь три раза в году приходи, написано, три есть праздника в году. Шалош Рикалим называется, когда приходили в Иерусалим, в храм. Это Песах, Суккот и Шавот. Три главных праздничных дня, когда все приходили, приносили жертвы. Это очень важные дни такие. Напоминается нам про эти дни здесь. И, значит, здесь интересный, так, бекурим приноси. И заканчивается, не вари козленка в молоке матери его. Запрет, запрет кушать мясное с молочным. Значит, он здесь сформулирован так, что лоти вашель гди быхалав ему. Не вари козленка в молоке матери его. Значит, зачем здесь именно таким языком написано, непонятно. Почему не написано? Не ешь мясо с молоком. Потому что в каждом вот таком законе скрыто, этот закон, он отражает огромные-огромные духовные какие-то принципы устройства мироздания. И в нем выражается, вот в этой фразе, выражается сразу несколько этих принципов. Например, что это большая жестокость была бы, да, варить козленка в молоке его матери, да. То есть это и маму убить, и козленка убить, и там вообще. А Тора очень сильно против жестокости выступает. Дальше в трех местах написан этот запрет. Нельзя так же этим использовать и так далее. То есть здесь есть очень большая глубина. Но я хотел сегодня вот подчеркнуть одну вещь. Сейчас, секундочку. Три раза в году. Про взятку, да. Про взятку мы поговорили. Вот, вот, очень сильная тоже вещь. Я пропустил ее. Здесь написано так. Убеколя шер амарти алейхэм тишмару. Значит, все, что я сказал вам, Бог говорит, это вы должны это сохранять и остерегаться. То есть все эти законы нужно изучать, понимать, и остерегаться, их нарушать, потому что каждое нарушение вызывает последствия. Не то, что Бог там, он хочет наказать. Он не хочет наказать. Он дал нам такую, как игру. И говорит, вот, будешь это делать, будет все хорошо. Это будешь делать, значит, будешь терять. Чтобы было тебе чем заниматься в жизни, не может же человек все время есть только мед. Если он будет есть только мед, ему что будет дальше? Ему он от меда начнет просто... Ну, ему мед этот надоест. Это написано в Мишле тоже, что тот, кто ест все время мед, он будет потом вырывать этим медом. Поэтому Всевышний не мог бы нам сделать все, чтобы было только рай, потому что тогда не было бы жизни, не было бы ничего. То есть это не было бы раем. Все познается в сравнении. И нам Всевышний дал очень удобную такую свободу выбора. И он говорит, будешь соблюдать заповеди, будешь учить Тору, будет все великолепно. Не будешь, будет плохо. И здесь он еще раз напоминает все, что я сказал, остерегайтесь. Вешем элоима херим ло тастиру ло и шама аль пиха. И имена божеств чужих не упоминайте, и оно не будет даже услышано из твоего рта. Значит, здесь предостерегают от того, чтобы даже... Вот, например, ты подходишь к какому-нибудь Кришнаиту. Ну что, Кришнаит, значит, поклянись, что ты у меня не украл деньги. Он говорит, там, клянусь, и начинает перечислять своих вот этих вот, там, своих идолов, да, которым там, идолов, или кого он там, божества он их называет, или еще как-то. Нельзя так сделать. То есть нельзя быть тем, кто вызывает вот эти вот имена. То есть даже ты же их не говорил, но написано, что не поминайте, и не будет оно услышано с твоего попущения. То есть ты его как бы побудил сказать, поклясться этим его идолам, да? Понятная идея. Это очень такие интересные вещи. Хорошо, дорогие друзья, все, мы Тору поучили. Света божественного прямо направили. Я смотрю, что прям солнце вышло, пока мы учили. Покажу вам сейчас Иерусалим. Вид Иерусалим снежный, да? Но с солнцем. Это очень интересно. Сейчас я вам покажу. Иерусалим снежный, и одновременно светит солнце. Очень так красиво получается, да? Вот такой вот он сейчас у нас вид. И, значит, сейчас как раз самое время помолиться и сказать, вот я Тору поучил. Значит, молюсь за всех, кто сейчас что-то просит у Всевышнего, чтобы Всевышний услышал ваши молитвы. Это я вчера объяснял, что так оно работает. Когда ты молишься за других, чтобы Бог услышал их молитвы, то потом твоя молитва будет услышана. И сейчас мы просим каждый за себя, то, что нужно вам. Все, друзья, удачи, успехов, божественных благословений из Иерусалима, и до завтра. Все, удачи, счастливо. Спасибо.